Я Антимонов Антон Александрович, город Новочеркасск, командир танкового зона. Сказали, едем на окраину Мариуполя. Зачем? Просто стоять, ждать, пока спецназ выполнит свою задачу в городе. Какой моральный дух в подразделении? Подавленный. Очень много человек сбежало. Куда? В тыл, куда-то в тыл. Говорят, что их не выпускают туда, на границу. Какая информация вам доводится про войну? Честной информации никакой нет, только слухи. Какие? То, что нашу дивизию, допустим, уничтожили, нас уже всех похоронили и так далее. То есть, наоборот, дезаморальщина какая-то. Из-за этого люди бегут. У тебя есть родители, жена, дети? Родители, жена беременная. Передай привет, Смой. И приезжай, что ты жив. Привет. Я пока что жив. Ты будешь жив, если тебя твои не убьют. Мы, блядь, не убиваем пленных. Мы не убиваем мирных жителей. Понимаешь это? В чем разница между нами и между вами? Да, не уроду. Я вообще против Путина. Я за него не голосовал ни разу в жизни. Так зачем ты поехал? Ты не мог сбежать, поднять тревогу, сказать людям, блядь, я не хочу ехать на Украину, не хочу убивать мирных людей. Поднимали этот вопрос, сказали, срок будет грозить. Я просто ехал не в стреляющем танке, даже не собирался стрелять. Мы вдвоем ехали, даже без экипажа. И другим советую сюда не соваться вообще. Оставить эту землю и все, и жить спокойно самим у себя. Не трогать никого, никуда не лезть. Нам это не нужно. Отнимать чьи-то жизни и так далее. Задумайтесь над этим. Ты рискаешься в том, что ты приехал сюда? Да. Курас Владимир Сергеевич, Ростовская область, врача. Мои командиры дураки. И то, что они могут также убить моих родственников, которые у меня за границей в Украине. Также дядьку, сестру и всех моих близких. И также я понимаю, много у кого из России в Украине есть родственники. Мужики обращаются сейчас на технике, еще с автоматами, с оружием. Бросайте это все, технику, оружие, все свои силы. Уходите также на границу. Бегите, стойте там, я не знаю. Хоть вас нами не выпускают, но стойте просто. Издавайтесь в плен. Будете живыми. Это самый лучший ход.